Сегодня я не сберегаются у самых вядомых музеях Лондона и Парижа, Варшавы и Киева. Градзенцам так само выпало полюбоваться надсюда ткацтва – слудские поясы. Выстава «Золотканная от знака годности» открылась у Градзенске музее истории и религии. Тут выставлены 9 кунтушовых поясов, усе экспонаты с приватной коллекции из Минску. Так само можно побачить верхнюю вопротку тагачасной шляхты – жупан и кунтуш. Такое оденье было запазычено зу сходу, Персии и Османской империи и поступово проживалося на беларуских землях. Градзенцам в 1758 году Насвишский Градзенцам Михаил Казимир Рыбанька запрашивает сюда Аванеса Маджаранца, армянина, ткача со Стамбула. Карани у него такие венгерские. И он приезжает сюда и тут створяет слуцкий пояс. Такий пояс был больше досконалы – до 4,5 метра в дружину и 20-40 сантиметра в ширину. Ткались они на специальных станках, которые контрабандой доставлялись из схода. Поясы работали шелковых ниточек и они могли быть шелковыми. Это простые поясы. А еще поясы были литые. Это самые дорогие, самые пригожие поясы. Они, когда ткались, то основа была нитка шелку. А у точной нитка складалась шелковой ниткой, вельми-вельми тонюсенькой. И на ее навевалася таки дротик, цистужечка золота, циса сребра. На выставе представлены той самый соправдный слуцкий пояс. А так само поясы польских, русских мануфактур, мануфактур французского льона и гродинской вытворчасти часу Тизенгауза. Увогаля, слуцкий пояс – это свой особливый цуд ткацкого мастатства. Тому неадзивно, что минавита гэтаму элементу вопротки просвятил свой верш Максим Багданович. Наталья Иванченко, Юры Дубовик, Новины, Гродно+.